Всем привет, с вами Артём, и сегодня мы будем проверять теорию, есть ли смысл выходить в доставку в 8 утра. Потому что в основном все магазины, рестораны, там какие-то другие торговые центры открываются в 10 утра. И в Яндекс.Про, точнее в Яндекс.Еде есть слот с 8 до 12, ну и там с 8 до 8, в общем без разницы, в любом случае с 8 утра. Есть ли в этом смысл? Потому что обычно, опять же, и я всегда говорил, что лучше выходить с 10. Сегодня мы это и проверим. Если вам нравятся мои видеоролики, то не забудьте поставить лайк, также подписывайтесь на канал. Все нужные ссылки есть в описании. Если вы вдруг хотите устроиться курьером в Яндекс.Еду и не обязательно выходить в 8 утра, ссылка есть в описании. Можете перейти, зарегистрироваться и тоже носить заказы. Ну а мы ждем заказы, опять же, пешком сегодня с 8 до 12. И до выполнения цели в 15 тысяч рублей у нас вот такое вот количество. Посмотрим, сколько будет в конце и насколько увеличится количество выполненных заказов. В общем, не будем терять времени, ждем заказ. Ну, я немного удивлен, потому что спустя 9 минут после начала слота приходит перекресток с подачей 700 метров. И я уже, конечно, посмотрел идти далеко, но я вам все чуть попозже покажу. Сначала мы заберем заказ. И вы это сейчас увидите. Ну что, забрали пакетик, вы сами его видели. На самом деле кажется, что он объемный и тяжелый, но на самом деле он только объемный. По тяжести он не больше 5 килограмм. То есть это в целом как одну пятилитровку таскать. Вчера мы аж две осилили. В общем, нормально идем. Но идти нам 1,8 километра. В принципе, далековато, я вам скажу. И сегодня хорошо, что нет снега и нет ветра, поэтому идти немножко проще. И это меня радует. Поэтому пойдемте отдавать заказ и посмотрим, сколько мы за него получим. Здравствуйте. Хорошего дня. До свидания. Спасибо. Отдали перекресток, получили вот такую сумму. И сейчас у нас заказ из вкусной точки. Пойдемте в ресторан и будем забирать заказ. На удивление, с 8 утра заказы есть. А, 63,20. Код получения? 12. Угу. Ну что, заказ забрали. Идти 2,1 километра. Вот как вы думаете, латы, которые я забрал, оно остынет или нет? Ну самое главное, его не пролить на самом деле, потому что про то, что оно остынет или не остынет, как бы не моя беда. Потому что не знаю, как Яндекс распределяет заказы. Вообще, как бы на авто бы, наверное, лучше этот заказ сделать. Но, видимо, может, никого не было. В общем, что делаем-то? Идем. Вариантов у нас других нету. Отдаем заказ. И я даже не знаю, какой кэф, потому что у меня, как бы, автоприем еще не отключился. Поэтому, такие дела. Здравствуйте. Приятного аппетита. Хорошего дня. А я оказался в частном секторе. И тут нет заказов. Да, смотрите, какие машины. Даже лодка есть. В общем, какая четкая. 14, по-моему. В общем, заказов нет. Куда идти, не знаю. Иду ближе к людям, к центру. К дорогам, к пятеркам и так далее. Сумма у вас на экране. Это жесть. Ладно. Продолжаем свой 4-часовой слот. Кстати, если бы я на этот заказ поехал на машине, я бы тоже очень сильно негодовал. Потому что там дорога к дому вообще не почищена. Где-то метров 50, наверное. И там соболь шлифовал. В общем, он еле выехал оттуда. Поэтому лучше уж туда пешком ходить. Правда, очень дешево. Но прям утром заказы без кэфа. Это печаль. Я территориально оказался около парка 1 мая. Кто в Нижнем Новгороде знает. Там у нас метро Чкаловская. И мы, наверное, пойдем опять в сторону Московского вокзала. Потому что там, ну, как бы больше всего. Больше всяких кафешек, ресторанов. Может быть, оттуда что-то придет. Уже сколько минут? 15 я иду от того места, откуда отдавал заказ. И тишина. Тишина. А мы идем в наших сапогах. Не зря я шел в эту сторону. Потому что опять вкусная точка с подачей 900 метров. И знаете что? В этот раз меня решили проверить на прочность. И там два капучино. Два капучино в заказе. Но я посмотрел, идти к клиенту не прям уж не так далеко, как, в общем, этот заказ. Но все равно не приятно. В любом случае, смотрим, как я забираю заказ. Для тех, кто ни разу не был в Нижнем Новгороде, если вы приедете на поезде, то вас встретят железнодорожный вокзал наш. Московский. Вот у нас вкусная точка. Торговый центр Республика. И ЦУМ. Но ЦУМ это не то, что вы думаете. Это не Москва. Это просто магазинчики различные. В общем, вот вкусная точка. Сейчас идем забирать заказ. Надеюсь, он готов. Ничего не придется ждать. И мы быстро все это отнесем. Ну, горы. Классические горы снега. Но я думаю, сейчас в Центральной России везде так. Потому что снегопады жуткие в этом году. Заказы долго отдавали. Я уже устал ждать. На самом деле сидеть. Лучше бы походить. Но, в общем, отдали мне по итогу. Все нормально. Идти 700 метров. Так что отдаем заказ клиенту. И надеюсь, что кто-нибудь еще придет. Отместимся. В итоге это была Центральная Строительная Галерея. А пришел мне маг. Опять он. Опять он. И тем же маршрутом 7 минут до него. Здравствуйте. 92... 63, 27. 99. В каком? В общем, идем к такому переходу. Заказ отдавали долго. Но в итоге все отдали. Два пакета. Надеюсь, вы все видели. Идти на скриншоте вам показывают. Но по факту меньше. Потому что он как-то криво нарисовал маршрут. В общем, дойдем минут за 7. Что отдаем заказ. Заказ у нас в итоге вот такой колледж. Сейчас надо будет звонить клиенту. Та охрана, где спортзал, я так понимаю. Ага, все, жду вас. Здравствуйте. В общем, все. Привет, Ваши-то. Хорошо. Здравствуйте. Накормили голодных студентов. И на этом моя миссия выполнена. Сейчас взял небольшой перерывчик. Просто чисто воздухом подышать. Никуда не бежать. Воды попить. И продолжить. Еще останется час. Еще один час. Утренний такой вот смены с 8 до 12. И, кстати, у меня цель. 50 тысяч подписчиков. Так что не поскупитесь. Для вас это 3 секунды. Подпишитесь. Лайк тоже не забудьте поставить. Ну и напишите комментарий, если вам не сложно. Хотя я знаю, что многим сложно. А если тебе сложно написать комментарий, просто поставь лайк. Это 3 секунды. И это очень меня смотивирует. Вот такой вам экшен в 3D, можно сказать. У кого-то понедельник начинается неплохо. Ну а мы тем временем идем, ждем заказ. Оплата, кстати, за последние вкусные точки. Только 99 рублей. Даже на средний капучино не хватит в этом же ресторане. В общем, по оплате все, на самом деле, печально для пеших курьеров. Почему так? Пока я не могу понять. Но, с другой стороны, у нас нет ни амортизации, ни траты на бензин и так далее. Если сравнивать с авто, например, курьерами. Причем еду некоторые до сих пор катают на авто. Хотя автокурьеры всех перевели в доставку. А я читаю чат по доставке, и там что-то тоже все печально. Заказы по тем же там 80-100 рублей. И кэф тоже практически нет. В общем, что происходит с Яндексом, пока непонятно. Но, надеюсь, что в скором времени будет хорошая погода. И на велосипеде-то явно больше будет получаться. Но вот с такими дорогами... Вот с такими дорогами на велосипеде не очень. Еще не очень приятно, когда встречаешься на пути собак. Но это чипированное, вроде все нормально. Но когда в частный сектор заходишь, это бывает не очень приятно. Но куда деваться? Идем через гаражи. И если сравнивать работу пешим курьером летом и зимой... В чем минус зимы? Если у тебя нет заказов, ты просто не можешь найти место, чтобы отдохнуть, посидеть. Чтобы ты там, условно, ноги у тебя отдохнули. Ну и сам просто посидеть лучше, чем ходить. Летом без проблем. Находишь в любом дворе лавочку, садишься, отдыхаешь, ждешь. Там, не знаю, в телефон играешь и так далее. Зимой это сделать труднее. Потому что либо надо заходить в какой-то магазин. Лавочки все сырые и холодные. Там заработаешь кучу болезней, если будешь на них сидеть. В общем, вот такой нюанс есть. Хотел об этом сказать, рассказать. Если вдруг кто-то хочет... Точнее, кто захочет работать курьером, вот чтобы вы знали такой нюанс. Вот. Тем временем, минут сорок осталось. Заказ пока не при... Ну, до конца слота я имею в виду. Вот. Заказ не пришел. Придет ли? Не знаю. Было бы неплохо, чтобы еще один сделать. И остановиться, видимо, на цифре пять. А то мы остановимся на цифре четыре. Не знаю. Хожу, гуляю. Воздухом дышу. Утренний, так скажем, физкульт-привет и небольшая кардио-тренировочка. Все-таки мы дождались заказа. Прибыть в ресторан за 11 минут. По факту идти 7. И это вкусвилл. Это вкусвилл. В общем, двигаем туда. В общем, читаю состав заказа. Сок, ладно. Сметана, ладно. Пакет, хорошо. Молоко, хорошо. Гречи, хорошо. Голубцы, ладно. Блядь, последний куриный суп. Ай, везет мне сегодня на жидкости. Лучше посмотрим, как его пакуют. Здравствуйте. 85,3. Угу. Спасибо. Но до клиента не близкий путь. 1,9. Но вариантов у нас нет. И, скорее всего, это точно будет последний заказ. Потому что мы его закончим. И времени у нас останется буквально 5 минут. Плюс в Яндексе в том, что если у тебя слот условно, вот как у меня, до 12, то он тебе в 11,55 или там в 11,50 не будет давать заказ, чтобы ты еще тратил там полчаса, час времени. Вот в этом плюс. Но, видите, заказы не очень дорогие. Хотя, если, например, было бы лето, осень, весна, ну то есть как бы не было бы снега, можно было бы кататься спокойно на велосипеде. Ну, на самокате тоже. То количество заказов выполнено было бы больше. Вот. Ну ладно, пойдемте отдавать заказ. Ну, кстати, курьеров много. То есть из Кусфилла я выходил, курьер туда заходил. На светофоре тоже стоит. Ну, в общем, ребята работают. И мы вместе с ними. А некоторые люди занимаются спортом, на лыжах катаются. Молодцы. Ну, а у нас, я еще раз повторюсь, утренняя кардио-тренировочка. Потому что прошли мы плюс-минус метров 15. И, на самом деле, усталости уже нет. Потому что, если ты несколько раз выходишь на смену, у тебя, в принципе, ноги забиваются, привыкают. И следующие смены уже не так тяжело. Ну и, соответственно, еще подкачаемся к лету. Надо сбросить все то, что наели за зиму, за новогодние праздники и так далее. Там, кстати, да, в ЖК-7 небо. И ближе туда, к торговому центру. И погода сегодня действительно холоднее, чем вчера. Но по ощущениям теплее из-за того, что нет снега, нет ветра. И это прекрасно. Ну что, вот такая у нас 4-часовая смена получилась. Всего 5 заказов. Я вам скажу, с утра выходить смысла нет. Кайфов нету, заказов мало. Ну, возможно, в центре Москвы где-нибудь круглосуточные рестораны, да, окей. Но где-то в регионах, наверное, нет. Лучше с 10 или с 12. Потому что вот сейчас уже совсем скоро будет 12, без 2 минут. И смотрите, как разгорелась карта. То есть, если прям смотреть по городу, то она вся красная. Поэтому лучше выходить в это время. Во-первых, выспитесь. Во-вторых, больше заработаете. Ну и как-то так. Ну и наша копилка пополняется. 20 заказов из 90 до бонуса в 15 тысяч рублей. Вот. Так что, такие дела. Если вам понравился видеоролик, не забудьте поставить лайк. Также подписывайтесь на канал. Ну и, конечно же, прожимайте лайки и все такое. Ссылка на регистрацию есть в описании, если вдруг кто-то хочет попробовать поработать. Может быть, увидеть меня. Потому что часто встречаю курьеров. В общем, такие дела. С вами был Артем. Всем удачи, всем пока. До скорого. Как-нибудь увидимся. А мне еще надо как-нибудь добраться до дома. Да. Субтитры сделал DimaTorzok